Сборная Германии и Adidas сотрудничают более 70 лет. Бренд начинал с поставки бутс, затем расширился и стал делать форму. Просто легендарное партнерство. Добавляет поводов для гордости патриотичным немцам то, что их любимую сборную одевает местный производитель. Казалось, так будет вечно, но все надежды разбила шокирующая новость. В марте объявили, что сборная Германии с 2027 года уходит к Найке. Причина в деньгах. Американцы предложили вдвое больше Adidas, более 100 миллионов евро в год. Немецкий футбольный союз остро нуждался в средствах из-за плохих результатов на крупных турнирах. Поэтому финансовую выгоду поставил выше патриотизма. Да и Adidas не захотел давать больше, хотя наверняка такая возможность была. События не отмотать. Нам остается только констатировать. Распал с один из самых прочных и знаковых союзов в футбольном бизнесе. Но поверьте, таких крепких союзов немало. В этом ролике зафиксируем самые долгие партнерства между командами и техническими спонсорами. Поговорим как о клубах, так и о сборных. Небольшой спойлер. На первом месте будет немецкий клуб и бренд из Германии. Как думаете, о ком речь? Пока размышляете, напомню, что помимо ютуб-канала мы развиваемся и на других площадках. Например, в Телеграме. Если подпишетесь, то точно будете в курсе всех новых сделок команд со спонсорами. Узнайте о релизах форума любимой команды. Каждый день мы пишем о футбольном маркетинге, брендах, экономике и всем том, что происходит в футболе за пределами поля. А еще в закрепе вы, как всегда, найдете приятный бонус от наших друзей с фона. Благодаря им стабильно выходит контент на каналах семейства Мяч, а также развивается российский футбол. Фонд сотрудничает с клубами РПЛ, ЦСКА, Ростовом, Крыльями Советов и Акроном. Является титульным спонсором Кубка России. Ссылка на наш Телеграм и бонус в закрепе. Залетайте. А теперь начинаем. Начнем с короткой исторической сводки. Когда футбол только зарождался, очевидно, что спортивных брендов не было. Игроки бегали, можно сказать, чем попало. И выглядели вообще не так, как сейчас. Ювентус в начале прошлого века гонял в розовых рубашках. Такой нестандартный выбор отчасти диктовали проблемы с деньгами. Все-таки розовый перкаль был самой дешевой тканью из доступных. В похожей ситуации оказался мадридский атлетиком. Там, чтобы сэкономить, брали полосатую ткань с фабрики по производству матрасов. Ближе к 20-м годам 20-го века стали появляться производители экипировки Амбро, Адмирал, Капо и другие. Компания братьев Дасслеров, которая еще тогда не распалась на Адидас и Пума, делала в основном обувь и футбольные бутсы. До миллионных сделок было еще далеко. Да и конкуренция была менее ожесточенной. В 50-х-60-х Амбро и Адидас заключили сделку и продвигали друг друга. Адидас продавал свои бутсы в комплекте с футболками Амбро на немецком рынке. Амбро толкал майки с обувью Адидас в Великобритании. Можете представить что-то подобное сейчас? До сегодняшних миллионных сделок было далеко. Первое время клубы сами покупали форму. Потом стали получать ее бесплатно, как бы за рекламу. И только на следующем этапе бренды стали платить. Большинство команд перепробовали работать с разными экипировщиками. Уходили от одного к другому, выбирая того, кто предложит условия лучше. Бренды тоже неоднократно меняли свои стратегии и по-разному вкладывались в продвижение футболя, меняя страны и партнеров. Рынок очень динамичен, но были и такие сделки, в которых стороны один раз ударили по рукам и ничего не меняют десятилетиями. Давайте о них и поговорим. Макрон – итальянский спортивный бренд из Болонии. Уже больше 20 лет он сотрудничает с местным футбольным клубом. Еще один пример патриотизма. Компания Макрон появилась в 1971 году как эксклюзивный дистрибьютор в Италии бейсбольного оборудования американского производителя Макгрегор Спортс и нескольких других брендов помельче. Кстати, бейсбольные товары до сих пор есть в ассортименте Макрон, а вот компания Макгрегор Спортс давно прекратила свое существование. Со временем Макрон стала тесно в роли дистрибьютора и бренд стал расширяться, запускать свое производство и одевать спортивные клубы. Мега символично, что первый спонсорский контракт компания в 2001 году заключила именно с Болонией. Они вместе уже почти 23 года и очень довольны друг другом. Экипировщик готовит для команды эксклюзивные дизайны и выкладывается в партнерстве на 100%. Сейчас Макрон – грозная сила. В последние сезоны бренд радует интересными работами и присутствует во всех топовых лигах, кроме немецкой. Итальянский производитель выступает техническим спонсором более 80 команд в разных видах спорта, в основном, конечно, в футболе, и одевает судей. Кстати, по контракту с Макрон Болония получает в районе 2,2 миллионов евро в год. Не густо, а то стабильно. Аякса 1 сотрудничает с 2000 года уже более 20 лет. Какой-то сакральной связи между сторонами нет. Просто Аякс – суперуспешный клуб из Нидерландов, а это крупный рынок, население страны почти 20 миллионов человек. Вместе с Адиком команда из Амстердама 9 раз становилась чемпионом и регулярно выступала в Лиге чемпионов. В начале 2022-го в футбольном комьюнити пошли слухи, что Аякс станет премиум-партнером Adidas, то есть станет в один ряд с Реалом, Арсеналом и Манчестер Юнайтед. В этой категории Аякс получал бы и больше денег, и больше эксклюзива. Но переход не состоялся, и Аякс остался в категории B вместе с Леоном, Селтиком и Бокой. Сейчас разговоры о повышении статуса команды возобновились, но даже на второй ступени партнеров Аякс имеет от Adidas 8 миллионов евро в год по контракту, неплохие деньги и стабильно получает клевые релизы. Иногда для создания формы приглашают сторонние модные бренды. Например, в 2022-м выходила яркая форма в коллабе Adidas, Аякса и Daily Paper. Удивительно, но восьмое место в рейтинге занимает Герта, который с 99-го года сотрудничает с Найке. Два гиганта запартнерились, когда клуб из Берлина был на высоте. В сезоне 98-99 он занял третье место в Бундеслиге и тут же подписался с Найке. Тогда соглашение заключили до 2013-го на 3 миллиона евро в год. Почти весь срок контракта Герта выступала неплохо, занимала пятые жестые места, Джерси хорошо продавались. Но в 2010-м клуб вылетел в вторую лигу. Берлинцы быстро перестроились и к 2013-му вернулись в элиту. На этом фоне стороны продлили соглашение до 2025-го. Сумма примерно та же, были заложены бонусу в зависимости от количества продаж. Но тут уже результаты Герты стали сильно хуже. В основном команда болталась в середине и внизу, а трижды вообще вылетала. Берлинцы сейчас играют во второй Бундеслиге и поговаривают, что в конце этого сезона клуб и Найке расстанутся. Герту может подписать Кастор на контракт с Фиксом в 1 миллион евро. Неужели история закончится? У Барса и Найке в чем-то история похожа. К эталонцу в первый же год сотрудничества в сезоне 98-99 выиграли чемпионат Испании. Но потом наступила черная полоса. Конец прошлого века, начало нового, синегранатовые провели без трофеев и в кризисе. Но Найке все равно их не бросил. И тут точно не зря. Что было дальше, уже история. Атакующая банда Райкарда и великая Барса Гвардиола. Еще сам Лео Месси носил форму слога Найке, будучи амбассадором Мадидас. Говорят, в последние годы аргентинцев в клубе на него приходилось под 80% проданных Джерси. В прошлом сезоне отношения Барса и Найки ухудшились. Босс клуба Жон Лапорто публично жаловался, что клуб недополучает. Хотя у испанцев был один из самых жирных контрактов в европейском футболе. 105 миллионов евро в год фикс. Больше только у Эмью и Реала. Вместе с публичным недовольством появилось много инсайдов о том, что Барса активно интересуются Пума, Ньюбаланс и даже Хумель. Сообщалось также, что каталонцы могут попробовать делать форму сами. Со стороны все выглядело так, будто Барса сильно хочет надавить на Найки и побыстрее получить более жирный контракт. В ноябре о новом соглашении все же объявили. Информация о деньгах местами расходилась. Марка сообщала, что Блоуграна заключит договор на 10 лет и будет зарабатывать в среднем 140 миллионов евро за сезон. Мундо де Порти выписал, что Барса получит более 1,7 миллиардов евро за следующие 14 лет. 4 года действующего контракта плюс 10 нового. А клубу также начислят подписной бонус в 158 миллионов. Но что мы точно знаем, так это то, что партнерство Барса и Найки войдет в историю как одно из самых долгих. В 2038 году будет 40 лет с момента подписания контракта между клубом и брендом. Целая эпоха. Реал работал с Adidas 6 лет в начале 80-х, но потом уходил к Хумель и Кельме. Непрерывное сотрудничество мадридского клуба и немецкого концерна началось перед сезоном 98-99. Уже 26 лет. Вместе они прошли через многое. Эпоху Галактикос и ее упадок, Эру Роналду и время перестройки не всегда удачные. Иногда болельщиков радовали мощными коллабами. Например, с японским дизайнером Йодзи Ямамото. Или с Фарреллом Уильямсом. Короче, было круто. Сейчас у Реала Adidas рекордный контракт, согласно которому клуб получает как минимум 120 миллионов евро в год. Мадридцы могут заработать и больше, все зависит от продажи мерча. За хорошие результаты предусмотрены бонусы. Общая сумма может доходить до 150 лямов. Как сообщает Бильд, по условиям с Adidas, Реал получает около 40% от стоимости футболки. Контракт двух гигантов будет действовать до 2028 года, поэтому мы наверняка увидим море крутых релизов. В 2023-м Интер продлил контракт с Найке аж на 8 лет, а сотрудничают стороны те же 26 лет с 1998 года. За сезон миланцы получают около 30 миллионов евро. 20 лямов фикс, остальное набегает за счет бонусов. Сделка неплохая, но маловато для чемпиона Италии и недавнего финалиста Лиги Чемпионов. Стоит признать, что найковская форма Интера слога Пирели классика. Для многих ребят поколения 90-х и нулевых Кипан и Радзури была первой, именно из-за дизайна. Я в их числе. Американский бренд стал свидетелем величайшего успеха в истории клуба. Требла Интера Мауриньо. Наверное, такое достижение миланцы повторят нескоро. Поэтому по всем параметрам сотрудничество клуба и бренда можно назвать легендарным. Кстати, какая ваша любимая форма Интера за последние годы? По-моему, свежо смотрелась футболка с зигзагообразными полосами. На четвертое место очень неожиданно залетел клуб из ЮАР Орландо Пайротс. С Адидас он работает целых 27 лет. Деталей о сотрудничестве не так много. Неизвестно, как они вышли друг на друга, почему так долго вместе и сколько получает клуб. Но точно можно сказать, что Адидас не просто штампует шаблоны для Орландо. Возможно, так немецкий бренд хочет закрепиться на африканском континенте. Зацените их форму на прошлый сезон. Делали ее в коллабе с модельером Теби Магугу. На домашней черной футболке Кости и Череп. Понятная отсылка к пиратам. На выездной тот же рисунок, но в другом цвете. Или вот пару лет назад сделали ремейк формы Адидас 97-го года. Кроме того, Адидас стабильно участвует в благодворительных проектах Орландо. Так что сотрудничество у них крепкое и мощное. Удивительно, но ПСЖ и Найки сошли задолго до эпохи шейхов. В 1989 году в форме со свушем успел побегать легендарной Рональдинью. Впрочем, эффект от прихода богатых владельцев вывел моментальное отношение ПСЖ и Найки на новый уровень. В 2013 они переподписали контракт. Годовая сумма выросла с 6,5 миллионов евро до 25. А сейчас эти цифры еще намного больше. ПСЖ – один из ключевых партнеров Найки, для которого американский бренд стабильно подгоняет крутейшие релизы. Их контракт оценивается в 80 миллионов евро. Это пятое место в Европе. Отдельно у ПСЖ есть еще соглашение с Эйр Джордан, примерно на такую же сумму. Обычно одна-две формы из четырех от бренда легендарного баскетболиста. Плюс лайфстайл-коллекция. Эта сделка однозначно перевернула мир футбольного фэшена. И в который раз доказала, что ПСЖ – самый модный клуб мира. Нынешний контракт ПСЖ с Найки рассчитан до 2032 года. На момент его окончания стороны будут сотрудничать в 43 года. Фантастика! Соглашение Риверплейт и Адидас длится 42 года и будет действовать как минимум до декабря 2027. Это второе место нашего рейтинга. По нынешнему контракту Ривер получает 1,8 миллионов долларов и около 12% от продаж. С одной стороны, 42 года партнерства очень много. Но с другой – в этом нет ничего сверхудивительного. Риверплейт – топовый клуб своего континента, с 2018-го дважды бравший кубок Либертадорос. А еще у клуба из Буэнос-Айреса мощная фан-база. Плюс в Аргентине футбол – это религия. Адидас наверняка доволен. Ну и безоговорочные лидеры нашего рейтинга – Бавария и Адидас. В октябре 1973 года в Германии разрешили наносить рекламу на футбольную форму. Так спонсор появился почти у каждого клуба топ-дивизиона. В апреле 1974-го и Бавария впервые сыграла слога спонсора. Им стал Адидас, выступавший в роли и технического, и титульного партнера. Реклама на груди с тех пор у Баварии не раз менялась, а вот Адик с мюнхенцами в роли экипировщика уже более 50 лет. В 2001 году трехполосный бренд вовсе стал совладельцем Баварии, выкупив 10% акций клуба за 75 миллионов евро. Наша совместная работа гораздо больше, чем просто многолетнее партнерство поставщика формы и команды. Нас также объединяет несравненная страсть к футболу. Вместе мы на протяжении десятилетий добиваемся высочайших результатов в этом виде спорта. Благодаря нашему соглашению мы подняли это весьма успешное партнерство на новый уровень, не имеющий аналогов в мире. Сказал тогдашний гендиректор Адидас Герберт Хайнер, который ныне является президентом Баварии. Сейчас мюнхенцев и немецкий бренд связывают контракт до 2030 года на 60 миллионов евро в год. Стоит отметить, что Адидас выпускает для Баварии не только обычные игровые комплекты, но и специальные, например, в честь Октоберфеста. Ну и фаншопы команды топовые, они управляются как раз экипировщиком. Зацените мой видос оттуда, если не видели. В этом ролике нельзя не упомянуть культовый бренд Амбра, потому что очень много английских клубов и сборная страны долго гоняли в их форме. Челси сотрудничал с Амбра с 87 по 2006 год, 19 лет. Манчестер Юнайтед одевался у них с 45 по 75, 30 лет. Ньюкасл был клиентом Амбра с 80 по 93, Нотингем с 86 по 2013, Арсенал 78 по 86, а сборная Англии выступала в кипе Амбра 28 лет. Давайте коротко вспомним, как это британский бренд добился таких результатов и как все рухнуло. Амбра основали в пригороде Манчестер в 1924 году. Изначально компания называлась Humphrey Brothers в честь братьев Humphreys, Гарольда и Уоллеса. Вскоре они взяли по слогу из каждого слова U.M. от Humphrey и Bro. от Brothers. Получилось Амбро. В первое время компания продавала спортивную одежду в скромных масштабах, но Гарольд верил в потенциал футбола и решил сделать ставку на него. К тому же большой конкуренции на рынке не было. Дело пошло, продажи экипировки росли, а в 30-х Амбро открыл первую фабрику и набивал клиентскую базу из футбольных клубов. В финале Кубка Англии 34 две команды играли в форме Амбро, Манчестер Сити и Портсмут. Естественно, без каких-либо логотипов бренда. Тогда это было запрещено. По слухам, после победы клуб из Манчестера в офис компании прислал телеграмму. Крой, прочность и дизайн формы на высоте. За полгода до чемпионата мира 66 в Англии Джон Хамфрис, сын Гарольда, поехал в турне по миру и договорился о поставке формы Амбро всем странным участницам турнира. Правда, перед чем сборная СССР без объяснения причины отказалась от кипы, но 15 из 16 команд Мундиаля одевались у Амбро, в том числе сборная Англии, ставшая чемпионом. В 1966 году 85% всех британских клубов играли в форме от Амбро. В первом сезоне в истории АПЛ бренд одевал 11 из 22 команд. Но по чуть-чуть все пошло под откос после смерти Джона Хамфриса. Компании не хватало идей, внутри творился хаос и бардак. В 92-м семья продала бренд за 2,5 миллиона фунтов. Дальше последовала еще серия перепродаж. Даже Найки пытался реанимировать контору, но бесполезно. Амбро растерял статусных клиентов, но сейчас по чуть-чуть возрождается. В АПЛ с этого сезона у экипировщика аж 5 партнеров. Больше всех. В нашем рейтинге мог бы оказаться Марсель, но в 2018-м он прекратил сотрудничество с Адидас, которое длилось 41 год с перерывом на 2 сезона. Интересная история еще и тем, что в начале 90-х Адик принадлежал владельцу Марселя Бернару Топи. При нем клуб брал Лигу Чемпионов и становился чемпионом Франции, но также влип в крупный скандал с попыткой подкупа соперника и был сослан во второй дивизион с лишением титула чемпиона. В 94-м году Топи продал Адидас и клуб расстался с брендом на 2 года. К моменту возвращения Марселя в высшую лигу президентом провансальцев стал новый владелец Адидас Роберт Луи Дрейфус. И игроки опять стали гонять в форме немецкого бренда. Давайте также пройдемся по самым долгим соглашениям между сборными и брендами. Возьмем ТОП-11, потому что сразу три национальные команды заключили контракты в 97-м году. И во всех трех случаях это был Найке. Речь идет про сборные Бразилии, Нидерландов и Португалии. Найке тогда только выходил на футбольный рынок. Кстати, с Португалией американцы расстаются в этом году. Теперь сборная Криша будет играть в кипе от Пумы. Эквадор с 96-го года одевается у местного производителя Марафон. Тоже знаковое сотрудничество и тоже патриотизм. Кстати, форму экипировщик делает неплохую. Дальше у нас снова две сделки Найке с Кореей и США в 95-м. Своя команда понятна. Важный партнер с точки зрения патриотизма и работы на внутренний рынок. А вот Корея новый объект для творчества. Бренд экспериментирует с кипой азиатской команды и делает настоящую вкуснятину. Сборная Венгрии одевается в форму с тремя полосками уже 30 лет. С 94-го года и пока не пытается ничего менять. Сотрудничество Чехии и Пумы длится 31 год. На третьем месте среди действующих контрактов сборных экипировщиков Испания и Адидас. Сторон работает с 91-го года. Тогда испанцы были середняками. С тех пор команда выиграла три чемпионата Европы и один чемпионат мира. Это шикарнейшая реклама для Адика. Вы удивитесь, но сборная Германии и Адидас лишь на втором месте. Трехполосный бренд является официальным техническим спонсором Бундестим с 80-го года. 34 года. А самое долгое партнерство у Пумы и Австрии 47 лет с 1977-го. Ну и еще один бонус. Завершим десяткой самых долгих действующих партнерств клубов с титульными спонсорами. Замыкают рейтинг две мультиклубных империи. В 2008-м реклама Red Bull появилась на форме Лейпцига, а этих от Airways разместил свое лого на футболках Ман-Сити. На год раньше немецкий Кельн стал сотрудничать с сетью супермаркетов Реве. В 2006-м Рен подписал контракт с холдингом Самсик, который занимается бизнес-услугами. А Арсенал начал работать с авиакомпанией Эмиритс. На пятом месте спонсор Лас Пальмаса. С 2003-го года клуб размещает рекламу острова Гран-Канария, на котором он базируется, завлекая туристов. На четвертом месте по длительности сотрудничество Баварии мобильного оператора Тимобайл. Партнерство длится 22 года с 2002-го. На третьей строчке внезапно оказался Зенит, который с 1997-го года играет в футболках с надписью «Газпром» уже 27 лет. На втором месте партнерство Нанта и HR-компании Синерджи. 28 лет на майках клуба расположена реклама. А на первом месте вечное сотрудничество Вольсбурга и Вольцвагена на джерси-лого автомобильного бренда появилось в 1991-м году. На этом все. Если понравилось, поддержите этот ролик пальцем вверх. Сейчас ваша активность важна как никогда, чтобы видосы запасного канала попадали в рекомендации. И подпишитесь, до января выходим здесь. Впереди много интересного. Прошлые видосы зацените, если не видели. Найдете их тут, тут и тут. Я Юра Русанов, Мяч Лап. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова